Мстил за деду Хасана. Вор в законе Звиад Тбилисский в настоящее время большинство воров в законе относятся к грузинской национальности. Многие из них еще с 90-х годов проживают в России. Один из них Звиад Тбилисский. Биография родился в городе Тбилиси 8 апреля 1984 года. Коронован был в феврале 2013 года в Москве. На церемонии коронации присутствовали лидеры преступного клана Рошад Генджинский, Ахмед Шалинский, Гелугальский и Гаджа Бакинский. В первый раз на скамье подсудимых оказался равно год спустя, в феврале 2014 года. Изначально, был задержан, как подозреваемый в краже сотового телефона. Осужден он был на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии Бутырка. Месть за деда Хасана после того, как убили влиятельного грузинского вора деда Хасана. Все его подопечные развязали открытую войну с теми, кто принадлежал к другим преступным кланам. Во время отбывания наказания Звиад Азманов, он же Звиад Тбилисский вместе со своим приятелем избил заключенного по имени Джема Микеладзе. Когда у него спрашивали о причинах совершения такого поступка, то он открыто говорил, что сделал это только из-за мести за деда Хасана. Наказанием для него стал перевод в колонию строгого режима, располагающуюся в Нижнем Новгороде, откуда на свободу он вышел лишь в августе 2015 года. Разбойное нападение около двух лет грузинский вор в законе пробыл на свободе. За это время его периодически доставляли в следственный изолятор, как подозреваемого в правонарушениях, но уже через несколько часов отпускали домой, из-за отсутствия состава преступления. В очередной раз на скамье подсудимых он оказался в марте 2017 года в Нижнем Новгороде. Вместе с ним приговор выслушивали братья Мурадавы, которые оказались его подельниками. Молодые люди узнали о том, что у одного из предпринимателей Нижнего Новгорода дома в свободном доступе находится большая сумма денег. Они поджидали его у гаража. Когда бизнесмен подошел к воротам своего гаража, то преступники подошли к нему сзади, толкнули внутрь помещения, стали угрожать, требуя рассказать, где хранятся деньги. Предприниматель в страхе за свою жизнь сообщил им всю информацию и даже дал ключи от сейфа. В этот же день Звиад Белиски вместе со своими подопечными выкрал из дома предпринимателя все деньги, норковые шубы, ювелирные изделия, золотые монеты и все гаджеты. Сумма общего ущерба заметно превысила миллион рублей. Как выяснилось, позже наводчиком в этом разбойном нападении оказался брат бывшего жениха дочери жертвы. Следствие и суд Нижегородский предприниматель в этот же день после нападения позвонил в полицию. Вскоре преступники были задержаны. Сам организатор преступной деятельности вину свою полностью отрицал, утверждая, что он недавно вернулся с отдыха и ни о чем не знал, даже предоставил следователям фотографии с моря, на которых были проставлены даты. Но позже, пострадавший зафиксировал факты попытки дачи взятки за отказ от показания, а также угрозы родственникам. Вскоре, к уголовному делу добавился еще один факт правонарушения – кражи айфонов с витрины местного магазина. 6 марта суд Нижнего Новгорода вынес приговор – арестовать подельников на сроке 8 и 9 лет, а организатора преступления лишить свободы на 10 лет. В настоящее время вор в законе отбывает наказание в исправительной колонии номер 10 города Димитровград. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Продолжение следует...